МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Понедельник, 30 ноября. Начало новой рабочей недели. Как всегда в это время вы смотрите программу Курзомского телевидения «Взгляд из Венспилса. События, люди, мнения». В студии Олеся Пшененко. Здравствуйте. Сегодня из нашей программы вы узнаете о том, что на площади Лилы в субботу вечером зажгли главную елку нашего города. И хотя официально публичное мероприятие было отменено, на площади собрались жители нашего города. Как это было, вы увидите в репортаже Гонды Порнец. Также мы вам расскажем о том, что сейчас происходит в саду оленей недалеко от озера Бушнеку. И что в скором времени, уже весной, венспилсчане смогут там увидеть. Субботу вечером 28 ноября на улицах Венспилса сияли яркие праздничные украшения. И уже в первый день адвента наш город был готов к празднованию Рождества. Для того, чтобы создать праздничное настроение и порадовать горожан, в субботу вечером в 20.00 по улицам Венспилса в путешествие отправился светящийся рождественскими огоньками праздничный музыкальный поезд, в котором ехал Дед Мороз и его помощники Гномы. А на улицах звучали известные всем рождественские песни. Первой в городе была зажина главная праздничная елка на площади Лилайс. И хотя ранее официально Венспилский центр культуры сообщил, что публичное зажжение центральной рождественской елки в Венспилсе отменено и призвал жителей города не посещать это мероприятие, на опубликованных в интернете фото и видео видно, что на площади Лилайс во время зажжения рождественской елки одновременно находилось очень много людей. В тот момент эти люди там на площади собрались спонтанно. Я потом ехал, и на улицах, и на площадях было много семей с детьми. Они стояли у елок и фотографировались, наслаждались сказочной атмосферой нашего города. И на площади Лилайс около пяти часов собрались несколько десятков семей. А в некоторых масс-медиа прозвучало, что было тысяча человек. Ничего подобного не было, и люди там собрались спонтанно, потому что гуляли рядом, и именно в пять часов они оказались у елки. Это не было запланировано, и это не сценировка. Это было спонтанно, такое стечение обстоятельств. Они посмотрели, как ее зажгли, это примерно минут пять. Люди соблюдали в это время дистанцию. Не было никакого столпотворения. И то, что сообщили некоторые масс-медиа, это неправда. Находясь на свежем воздухе, соблюдая дистанцию и прогуливаясь с членами своей семьи, защитные маски для лица использовать не нужно. Сейчас, в темное время суток, в Венспелсе можно увидеть сияющие огнями праздничные елки. Некоторые из них были привезены и установлены, а некоторые просто растут сами по себе. И что красивее и по душе, решать вам. В Венспелском дигитальном центре завершился конкурс «Венспелский IT-вызов». Всего в этот раз в нем приняло участие 256 школьников из трех стран – Латвии, Литвы и Эстонии. За победу сражались 64 команды. В каждой команде было по три участника и учитель. Все команды были разделены на четыре возрастные группы с первого по 12 классы. Такой формат мероприятия стал вызовом не только для его участников, но и вызовом тем, кто его проводил. Надо сказать, мы были подготовлены к тому, что будет тяжело. И нам самим было удивительно то, что у нас не было ни одной технической заминки, никаких сложностей. И все у нас проходило так, как было запланировано. Мы довольны тем, как все прошло и удовлетворены итогами финала. Это было интересно и нам, и детям. И все прошло без каких-либо больших технических сложностей. Как рассказали в дигитальном центре, детям было интересно работать и попробовать свои силы в таком формате. Это была большая нагрузка и ответственность. Тем более, что старшеклассникам учителя не должны были помогать. Этот конкурс показал, насколько хорошо ребята работали в командах, помогали друг другу, общались и совместно работали над решением сложных задач. Работы школьников и выполнение заданий в этом году оценивала международная жюри. У нас в этом году была большая команда жюри. Старшие группы оценивали шесть членов жюри. У нас было два члена жюри из Венспилса, которые разрабатывали задания. Были члены жюри из Литвы и Эстонии. Представители предприятий и из Риги также были представители жюри Латвийской Олимпиады по информатике. Оценивала работу жюри также дистанционно, в онлайне. Они подключались к процессу на своих рабочих местах или же из дома. Им не обязательно было приезжать в Венспилс. Венспилский IT-вызов – это не только шанс для учащихся школ показать свои идеи, навыки и умения. Это шанс и организаторов заявить о себе, рассказать о нашем городе и выйти на более высокий международный уровень. Я думаю, что для Венспилса это такая фантастическая возможность показать, что наш город современный, который поддерживает развитие информационных технологий. И не только сейчас, а и в долгосрочном периоде. Потому что эти школьники, они все когда-нибудь закончат школу, выберут дальнейшее обучение и учебные заведения. Например, высшую школу. Как вы знаете, она предлагает фантастические возможности для обучения. И также и мы сами могли показать, какие возможности роста в сфере IT-технологий есть в Венспилсе, как для школьников, так и для тех, кто в дальнейшем планирует изучать технологии. Завершился финал конкурса «Венспилский IT-вызов» – торжественной церемонией награждения в прямом эфире, которую можно было посмотреть на странице конкурса Facebook. А победителями в этом году стали команды из разных школ Латвии и Литвы, которые вы сейчас видите на своих экранах. В 2006 году в Венспилсе был создан сад оленей. В последние годы он находился в ведении Венспилского комбината благоустройства. В саду обитало небольшое стадо кабанов и стадо оленей. Но в этом году было принято решение передать сад оленей в частные руки. И его управляющим стал предприниматель из Кегумса Петерис Диманс. Деятельность Венспилского самоуправления я бы назвал примером для всей Латвии. Они целенаправленно работают для привлечения туристов. Другим остается посмотреть и поучиться. С самого начала было известно, что предприниматель, имеющий большой опыт работы с животными, будет реализовывать в Венспилсе модель, по которой уже 10 лет работает в Кегумском районе, в своем хозяйстве Диманты. Основой этого хозяйства стала земля, полученная в наследство. Но позже предприниматель приобрел и соседние заброшенные земли, таким образом расширив территорию. Так как же должен выглядеть сад оленей? Так как сейчас или иначе? Должно быть еще лучше. Вы заходите в сад, несете что-то вкусное, протягиваете оленью еду и ощущаете на своей ладони его мягкие, теплые губы. Петерис рассказал, что сад оленей станет связующим звеном между людьми и природой. В нем будут знакомить людей с процессами, происходящими в природе. В планах Диманса создать по всей Латвии сеть хозяйств, аналогичных Диманту Каунст в Кегумском крае. Наша цель – научить детей любить природу, познакомить их с природой. Мы делаем это ежедневно. Например, мы единственные в Латвии проводим сафари. Во время поездки в парке можно приблизиться к оленям и к другим животным, покормить их с рук. И здесь в Энспилсе уже со следующего сезона по парку также будет ездить небольшой автопоезд, в котором смогут одновременно разместиться от 20 до 30 человек. Это понравится и детям, и взрослым. Здесь будут созданы детские дневные и круглосуточные лагеря. Будут проводиться уроки биологии. И постепенно, со временем, на территории сада появятся учебные теплицы. Однако работать в туристической области, да еще и пропагандировать при этом экотуризм, здоровый образ жизни – непросто. Не все может получиться быстро и сразу. Поэтому нужна команда. Прежде чем сделать предложение мне, самоуправление искало предпринимателей из местных. Но они не проявили интереса. И я их хорошо понимаю. То, что мы видим – красиво. Но за всем этим стоит большая работа. Местные отказались. Ну тогда я принял решение – да, пойду. И не пожалел об этом. С привыканием животных получилось даже лучше, чем я ожидал. Гирц Пуринш проделал огромную работу. И сейчас уже к нему подходит не одно животное, а сразу 4-5. Берут еду из его рук. В свое время, когда я хотел приручить животных, три месяца просто выходил на середину поля, ставил стул, читал книгу, ел, работал. Все для того, чтобы добиться контакта с животными. Через три месяца животные стали подходить. А еще через неделю стали брать еду из моих рук. Только после этого началось наше общение. Так что я прекрасно знаю, какого терпения требует эта работа. Сейчас в саду оленей идет реконструкция зданий. Прокладываются новые пешеходные дорожки. Также рассматривается возможность организации ночлега. Кроме того, убирается сено. Всех венспилсчан, сотрудники сада, просят привозить для животных свелку, морковь и яблоки. Ведь скоро оленей можно будет кормить с рук. Акция с поставкой яблок неожиданно оказалась успешной. Яблоки нам предлагали не только из Венспилса Талси, но и из Екаппилсерезекне. Есть много фирм, которые помогают с картошкой, морковью, свеклой. Мы говорим им всем большое спасибо за все эти овощи. Скоро мы купим коров хайлендской породы. Это такие огромные коровы с шерстью, сильно нависающие на глаза. Потом приобретем лошадей, ланей и других животных, о которых пока говорить не буду. Пусть останется секретом. Весной сад оленей снова будет ждать гостей и удивит всех уникальной возможностью пообщаться с животными, которые не боятся людей. Это были все новости понедельника. Я прощаюсь с вами до завтра. Встретимся на телеканале РЭД-ТВ. Северокурзамская региональная больница приглашает медсестер на работу в инфекционное отделение. Медсестрам на рабочем месте предоставляются индивидуальные средства защиты, необходимые для работы в отделении инфекционных болезней, а именно спецодежда для ухода за ковид-больными, маски, бахилы, перчатки, дезинфицирующие средства. Также в отделении проходит необходимое для каждого сотрудника обучение. Требования к кандидатам. Медицинское образование, опыт работы по специальности, коммуникабельность, высокое чувство ответственности, позитивный настрой, умение работать как самостоятельно, так и в команде. Северокурзамская региональная больница предлагает стабильную ответственную работу, развитие и повышение профессионального уровня, конкурентноспособную зарплату, социальные гарантии, хорошие условия труда, современное оборудование и возможность дальнейшего профессионального образования. Своё CV и мотивационное письмо можно высылать в отдел кадров в Северокурзамской региональной больнице по адресу Венспилс, инженеру 60, или же на электронную почту, которую вы видите сейчас на своих экранах. Для выяснения всех вопросов, связанных с работой, вы можете позвонить по телефону 63-620-950. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова